итак с какой суммы можно начать инвестирование это является одним из самых популярных вопросов у начинающих инвесторов с какой же суммы можно инвестировать да с любой хоть со 100 рублей дело в том что инвестировать можно действительно когда появляются свободные деньги или можно сначала накопить нужную сумму и только затем начинать управлять своим капиталом у каждого инвестиционного инструмента существуют свои определенные минеральные пороги вхождения и для открытия счета соответственно чем больше сумма тем больше возможности открывается перед инвестором однако имея даже скромные возможности можно выбрать 2-3 финансовых инструмента которые позволяют составить забалансированную инвестиционную стратегию и начать вкладывать деньги для достижения поставленных целей нужны вам примеры с каких сумм можно инвестировать давайте посмотрим пожалуйста а вот это таблица комиссии некоторых брокеров вот здесь показан порог вхождения и мы видим что в некоторых банках и брокеров порог вхождения вообще отсутствует это означает что туда можно просто открыть счет и войти практически с нулевым счетом вот порог вхождения равен нуля посмотрим альфа банк брокерский дом открытия кит финанс балтийское финансовое агентство у них порог вообще равен нулю куда же можно инвестировать начинающему инвестору например банковский депозит то есть положить деньги просто на банковский счет в пифы в акции порог входа банковский депозит начинается от 1000 рублей например сбербанке инвестирование в пифы тоже от 1000 рублей а иногда и меньше инвестирование в акции от нуля рублей знаете сколько стоит пифа давайте посмотрим вот один из пифов пай стоит 1233 рубля 36 копеек а вот еще пифы пиф финанс первый стоит 230 рублей и остальные чуть подороже но вот самый дешевый стоит 230 рублей то есть это вполне доступная сумма видите вот данные опубликованы на настоящую дату а знаете сколько стоит акции давайте посмотрим вот акции втб банка наверное слышали о нем а вот на настоящий момент сегодня курс акции 7 копеек то есть доступная сумма вот стоимость акции сбербанка на сегодняшний день 99 рублей поэтому сегодня инвестирование доступно каждому человеку вне зависимости от доходов как мы можем видеть из приведенных данных начинать инвестирование можно даже с небольших сумм имея даже доступные тысячи рублей в месяц можно разработать соответствующую инвестиционную стратегию с использованием различных инструментов и чтобы определить с какой суммы можно начинать инвестировать вам необходимо определить свои возможности то есть разницу между своими доходами и расходами и задать цели посчитать суммы необходимые для их достижения иногда вы сразу сможете вложить свои деньги в инвестирование а иногда чуть-чуть подкопив но в любом случае для любого человека на сегодняшний день это абсолютно доступно поэтому инвестируйте и букте богаты желаю вам успешных инвестиций спасибо за просмотр!